МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе наши домашние любимцы. Смотрите. Надо ли вакцинироваться? А если решили сделать прививку, то какую и как? Груминг, уход за вельштерьером. Статный, благонадежный, немного неприступный и консервативный. Будем знакомы. Английский кокер-спаниель. Несколько дельных советов кинолога, как приучить щенка к поводку и идеальный кандидат на роль первого обитателя аквариума. Всем известно, что болезнь легче предупредить, нежели ее лечить. А вот некоторые инфекционные заболевания могут вообще закончиться летальным исходом. Поэтому ветеринарные врачи, чтобы этого избежать, советуют вакцинироваться. Вакцинация на сегодняшний день – это единственный метод профилактики инфекционных заболеваний, таких как чума, лептоспироз, энтерит, аденовироз и прочие инфекции. Прививать животных нужно начинать с 2-3-месячного возраста. Перед приивочками обязательно нужно провести гигельминтизацию или же проще прогнать глисты, так как вакцинируется полноценно здоровое животное. После того, как вы прогнали глисты, через 10 дней нужно подойти в ветеринарную клинику, к врачу на осмотр, чтобы врач сделал заключение, что животное здорово. Измеряется температура тела, осматривается внешнее животное, снимается анамнез. Если животное здоровое, то животное повторно вакцинируется, закрепляется иммунитет. Далее, после смены зубов, это после 6-7 месяцев, в зависимости от породности животного, прививается животное еще раз, это идет третья вакцинация. Также перед этой вакцинацией обязательно идет гигельминтизация, прогоняются глисты. Опять-таки, животное осматривается, измеряется температура. И следующая приивочка может проводиться через год. После 6-7 месяцев животному можно делать приивочку и от бешенства. Обязательно введенные вакцины регистрируются в специализированном международном ветеринарном паспорте. Сюда вносится наклеечка, срок годности, дата изготовления и подпись ветеринарного врача с печатью. Вносится также, как прививочка от бешенства и прививочки от других комплексных заболеваний. Вельш-терьеры имеют жесткую шерсть, практически не линяют самостоятельно. Благодаря этому ваш дом не покрыт шерстяным ковром. Чтобы помочь своему любимцу-вельш-терьеру избавиться от отмершей старой шерсти, необходимо как минимум 2 раза в год, а то и чаще, делать собаке тримминг, выщипывать старые волосы. Эта процедура для вельш-терьеров имеет прежде всего гигиеническое значение. Если старую шерсть не выщипывать, то у собаки могут появиться раздражения на коже. Стрижка же этой собаки противопоказана. После нее шерсть перестает соответствовать стандартам для данной породы. Сейчас мы с вами сделаем красивую ножку с красивым украшающим волосом. Как видите, здесь длинная выросла, но не надо ее обрезать. Возьмите и опять же самые длинные и просто уберите. Как видите, я второй рукой придерживаю собаку, ну для того, чтобы она и не двигалась, и для того, чтобы шкура, когда вы щипаете, видите, она не касалась. Вы держите и прощипываете. Собаке не больно, и процесс быстрее длится. Открою вам маленький секрет. Для того, чтобы собака лучше стреминговалась, лучше волосы сходила, лучше делать это на грязную шерсть. У нас осталось только доделать голову. Мы опять же, смотрите, на черепе прощипали практически на нет. То же самое, были пощипаны уши. И вот эти части. Тихонько, аккуратно, успокаивая собаку, потому что голова из голова. Тут страшно. Приучать к триммингу вельштерьера следует с трехмесячного возраста. Последующие тримминги проводятся в зависимости от желаемого результата. А именно, если вы хотите, чтобы ваш вельштерьер хоть иногда был похож на вельша, выщипывайте собаку хотя бы раз в полгода. Если же хотите видеть рядом с собой вельштерьера, триммингуйте раз в три месяца. Чтобы шерсть у собаки была жесткой, густой и ухоженной, делайте процедуру раз в полтора месяца. Ну а чтобы собака выглядела великолепно, не ленитесь каждые две недели подергивать у нее шерсть и каждые полтора месяца водить в груминг-салон. Практически у всех жесткошерстных собак, у которых применяется тримминг, на голове остается борода. Они и называются бородатые собаки. Некоторые породы, ну скажем, похожи. Вот вельштерьер и фокстерьер, скажете, что они похожи, голова одинаково делается. Ну, любой специалист вам скажет, что это не так. У фокстерьера голова должна быть очень длинная, удлиненная, борода зачесывается вот вперед. Вот у вельштерьеров больше голова, похоже, должна быть таким кирпичиком, кирпичом. Она более объемная, ну, более тяжелая смотрится. Поэтому наши модели, манечки, мы оставляем, не выщипываем сильно много. Как видите, прощипывается от внешнего угла глаза и до рта. Да, небольшие бровки, глазки все равно собаке открываются. Сейчас мы немножко ножничками еще подправим, вот бровки нарисуем, так сказать, красиво. И, в принципе, практически все. Ну что, наша модель Маня готова к своим новым завоеваниям. Она у нас собака охотничья, она в норы лазит. Теперь, когда у нее вырастет новая жесткая шерсть, ей не страшен ни укус лисы, ни когда папа ее из норы захочет. Первый шаг в обучении к хождению на поводке заключается в том, чтобы щенок привык к ошейнику. Об этом мы рассказывали в нашей прошлой программе. Следующий шаг предусматривает приучение щенка к поводку. Можно это делать сначала в квартире. Пристегнули поводочек к собаке, отпустили, и пусть собака гуляет на нем свободно. Ни в коем случае собаку не надо тянуть к себе, дабы ее не испугать. Пристегивать поводок к ошейнику надо в тот момент, когда щенок ест или играет. Снимать же поводок надо после того, как малыш о нем забудет. Не оставляйте поводок, пристегнутый к ошейнику без присмотра. Это может, во-первых, его испортить, а во-вторых, нанести травму собаке, которая может запутаться поводком за дерево или другие предметы. Собаки склонны жевать поводок на расстоянии десятка другого сантиметра от ошейника. Таким образом, очень скоро им удается перегрызть поводок и освободиться от него. Обратите на это внимание, если не хотите менять поводки слишком часто. Если ваш щенок обеспокоен наличием этого нежелательного предмета, начинает нервничать и грызть его, отвлеките щенка игрой и займите чем-нибудь. Если вы в квартире попробовали, что собака у вас на поводке ходит спокойно, он ее не раздражает, мы можем выходить на улицу. Бывают случаи, когда щенок упирается и боится идти на поводке, он к этому не приучен, не привык. Вы можете игрушкой, лакомством подманить щенка, похвалить его и попробовать повезти его дальше гулять, чтобы он себя чувствовал комфортно. Не бойтесь, что щенок будет всегда требовать лакомства, чтобы идти рядом на поводке. Ходьба рядом уже сама по себе награда для щенка, но он об этом пока еще не знает. С помощью лакомства вы можете научить щенка двигаться в нужном для вас направлении. Собаку выводим на улицу на поводке, когда она уже полностью привита, дабы исключить заболевания инфекционные. Можно бросить поводок на землю, дабы не стеснять движения собаки и поиграть с ней. Ирма! Итак, приучив вашего щенка к ошейнику и поводку, вы готовы к тому, чтобы взять свободный конец поводка в руки. Если щенок при этом делает попытку тянуть вас, вы должны спокойно остановиться. Ваш подопечный должен понять, что тянуть за поводок бессмысленно, это не работает. Очень важно с самого начала показать щенку, что вы не будете в прямом смысле слова идти у него на поводу. Тогда натяжение поводка никогда не превратится в привычку, и вы избавитесь от массы проблем. Если щенок понял, что тянуть поводок бессмысленно, он остановился, снова переключите его внимание на игру. Дав команду ко мне или иди за мной, поманите его лакомством и поиграйте с ним. Только игрой и забавой можно безболезненно для психики юного создания приучить его к поводку. Статный, благонадежный, несколько неприступный и достаточно консервативный. Вообще, как английский лорд. Однако касается это только внешне волоска и грациозности. Во всем остальном, и в частности в поведении, кокер-спаниели, что в юном, что в представительском возрасте, ведут себя словно крошечные щенки. Веселый нрав этого песика будет всегда радовать его хозяев. Ему нет необходимости жить только в просторных условиях. И если обстоятельства сложились так, что английский кокер-спаниель вынужден жить в квартире, его нужно как можно чаще выводить на свежий воздух и давать возможность вдоволь побегать, попрыгать и поиграть. Собака, которая в хорошем уже форме, в своей хорошем возрасте, мне, конечно, надо гулять. Приблизительно сколько? Я вам точно не скажу, сколько это зависит от собаки. Она может быть 10 минут достаточно в день, но сильного, хорошего такого общения с человеком и прогулки очень интенсивные. Или час-два, тут уже от собаки зависит. Если кокеру нечем заняться, он непременно найдет развлечение. Например, наведет порядок в шкафу, дверцы которого случайно очутились неплотно закрытыми. Или же уберет на место обувь, которую неаккуратный хозяин бросает, где попало. В целом скучать не придется ни собаке, ни его счастливому обладателю. А еще наши кокеры очень умные, они у нас в математике. Считать умеют. Можно продемонстрировать? Конечно. Ляля, сколько? Хорошо. А сейчас, сколько? Молодец. Сколько пальцев? Ляля, сколько пальцев? Ляля, сколько один плюс один? Сколько? Молодец. Кокер-спаниель – одна из самых старых пород сухопутных спаниелей и свою родословную ведет от древнего испанского спаниеля, став членом семьи, объединившей много пород, которые отличаются размерами, типом, расцветками и охотничьими качествами. До сих пор неизвестно, как и когда спаниели достигли Британских островов и откуда они прибыли – из Франции или Испании. К 17 веку всех собак этой группы, больших и маленьких, удлиненного или квадратного формата, быстрых или медленных, называли просто спаниелями. Со временем охотники стали учитывать разницу в их размерах. В результате крупные собаки начали выгонять добычу из труднонепроходимых мест, а мелкие охотятся на вальчнепов в доступных лесных угодьях. В 1892 году английский клуб собаководства наконец признал их как отдельные породы. Кокер-спаниель стал английским кокер-спаниелем. Кстати говоря, унаследованные кокерами рабочие качества общих предков послужили причиной успеха породы, сделав кокера одной из лучших мелких охотничьих собак. Кокеры, наверное, прошли уже тот период популярности, когда они были очень популярны собаки, и пройтись по городу с кокером – это было даже как-то престижно. Сегодня это куда-то ушло или уходит. Почему? Я скажу, что любая популярность, любая мода на любую породу влияет просто негативно и убивающая эту породу. Начинают вязать всех подряд, со всеми подряд. Уходит то качество, знаете, присущее именно кинологии, выведение лучшего. Что у меня очень красивая девочка, у вас великолепный мальчик, а щенки у нас будут еще лучше. Вязали с соседской собакой, несмотря ни на регалии. И это вот живешь поближе, повяжем, щенков мы все равно продадим, потому что популярность. И бессистемное, бесконтрольное вот это разведение негативно повлияло на породу. Мы же отбираем производителей не только по экстерьеру, по внешним данным, но очень большое внимание уделяется вопросу здоровья, психологического здоровья, скажем так. Ну, чтобы собака была адекватная, спокойная, послушная, ни в коем случае не агрессивная. Потому что кокер – это компанейская охотничья собака, подружейная. То есть она должна слушаться хозяев. Подружье она птицу поднимает. Ну, сама попасть подружье, соответственно, не могла. И по любой команде стоять или сидеть, собака должна ее выполнить, даже находясь за 100-200 метров. Небольшие размеры кокер-спаниеля не должны вводить вас в заблуждение. Не думайте, что это диванная собачка. В душе спаниель всегда остается охотником. Кто выбирает себе этого четвероногого приятеля, должен не только осуществлять длительные прогулки, но и давать своему спутнику возможность время от времени удовлетворять свои охотничьи инстинкты. Разбирать запутанные следы, погружаться в мир запахов, который так волнует этих собак. Охотничий инстинкт у этой собаки практически неубиваемый. Я не скажу, что они используются только как шоу собаки, только диванные собаки. У нас очень много в питомнике, в нашем щенков покупают именно для охоты рабочих кровей на собаке. Мало того, наши собаки на таможне служат, приносят пользу не только хозяевам, но и родине. Они хорошие нюхачи. Они уже прекрасные нюхачи, и у них есть инстинкт поиска, что очень важное в этом случае. Мы своего вальта в три года взяли на испытание охотничьих собак. До этого он у нас, ну, по выставкам есть, что скрывать, так сказать, был диванной собачкой. И тем не менее, он сработал на испытаниях просто великолепно. Взял диплом третьей степени, но это очень хороший результат для данной породы, для первого раза просто великолепный. Кокер легко находит взаимопонимание со всеми членами семьи, никому не отдавая особенного преимущества. Он дружен и с людьми преклонных лет, и с детьми, и с каждым готов играть, не забывая при этом о самоутверждении. Это очень сложный момент. Если пойти у спаниеля на поводу и дать ему возможность почувствовать себя центром земли, он станет назойливым и капризным. Собака и кокер в том числе – это стайное животное. В стае есть лидер, есть вожак и его слушается. То есть она себе одного избирает, может одного слушаться, выполнять беспрекословно команды, а любить другого члена семьи. Любить – это значит все позволять ему, все дозволено, а послушание – это совершенно другое. Хорошо, если это два качества в одном человеке совмещаются, поменьше жесткости, но тем не менее вы должны показать, что в доме вы хозяин. Кокеры, как и люди, любят комфорт. У представителей данной породы обязательно должен быть свой теплый, уютный уголок. Коврик у дверей им не подойдет. Эти неутомимые, жизнерадостные создания чрезвычайно прожорливы. Хозяевам следует проявлять строгость и не поддаваться на красноречивые уговоры, говорящие глаз питомцам, которые будут выпрашивать любую снеть. Ухаживать за ними нужно старательно, выдерживая график вычесывания шерсти и чистки ушей. Если недостаточно тщательным образом следить, могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, ведь уши – это их самый уязвимый орган. Уши – наше больное место, скажем правду. Уши надо все время контролировать, все время подстригать внутри именно ухо, чтобы ухо дышало. Оно не проветривается, они у них просто опущены. Да, именно это. А из таких заболеваний – возрастное отслоение сетчатки глазные. Вот на них мы издаем в основном тесты. И если собака здорова, родители кобели, сука, здоровы, то, соответственно, их потомки, их дети тоже уже будут здоровы, это 100%, им даже тесты можно не делать. Помимо основных болезней собак, именно кокер-спаниели, глаза, уши, наверное, какие-то болезни новые появились, связанные с экологией. Какие? Очень много аллергических проявлений дает действительно наша экология. еда, которую собаки едят, а это в основном корм. Ну, что скрывать, мы кормом раньше все время кормили собак, это хорошо, это выгодно, в плане того, что не надо готовить. Насыпал корм, собака поела, довольно счастлива. Учила витамины. Да, говорят, там и витамины есть, и все. Начали замечать, что многие собаки, вне зависимости от породы, любой породы, страдают именно аллергическими проявлениями, какими-то реакциями, у них зуд идет по коже. Проверяли. Пищевая аллергия. Именно пищевая аллергия идет. Зуд по коже, текут глаза, текут уши. Убираешь какой-то компонент еды, в основном корм. Переходим опять на кормление. Старые дедовские каши, кашки, кашки с мясом, все как полагается. Очень вкусно. Курщики, супики, они это очень любят. Овощи, фрукты. Возвращаемся к истокам. Наверное, рак наступает. Да. Мода на кокеров прошла, слава богу. Но, наверное, изменилась мода на окрасы собак. Когда-то она была одна, собака была популярна одного окраса. Сегодня, наверное, что-то другое. Какие окрасы у кокера бывают и какие окрасы сегодня наиболее популярны, наиболее приемлемы? Популярным остается все равно рыжий окрас. Как был, так и есть. Да, рыжий окрас обывателям нравится. Рыжий окрас, все к нему привыкли, во-первых. Вот цветные кокерати, которые мы сегодня видели. Двухцветный, трехцветный, бело-черный и ля-ля, голубочалый с подпалом. Или просто голубой, как мы называем. Непривычный еще для нашей страны окрасы. Хотя в той же России это уже достаточно популярная цветовая гамма. Одноцветные кокера считаются единоличниками. Собака, которая очень себя бережет, ставится к себе по-другому. Если цветной кокер, двух- и трехцветный, он более открыт для общества. Он такой вот душка компании, мне все надо, вот я такой. Уже ли окрасы так влияют? Линии разведения разные. Мы не сводим собак одноцветных и двуцветных между собой. Отсюда и уже долго, больше ста лет уже так идет. И поэтому, соответственно, и поведение разное. Разный темперамент у них. Одни больше экстраверты, другие интроверты. То есть себе больше. Но те же двух-трехцветные, вот цветные кокера, они более эмоциональны. С ними не то что больше заниматься, они требуют к себе больше внимания. Если вы расположены к долгому общению с собакой, притом везде всегда, то да, это собака для вас. Если вы любите больше тишину и такую уверенность сильную в себе, то для вас одноцветная собака. Внешний вид кокера подстать его дружелюбному характеру. Это мускулистые, отлично сложенные собаки с головой правильной формы, круглыми выразительными глазами и низкопосаженными длинными ушами. Рост их не превышает 40 сантиметров, а вес держится в пределах 15 килограмм. Кокер – средняя порода, средняя собака по размерам. Мы знаем, что большие собаки живут не очень долго, самые долгожители – это мелкие породы. А сколько вот живет кокер? Должительность его жизни какова? Ну, конечно, чем дольше, тем лучше. Но у нас уже не первое поколение, да, где-то 15-13 лет. Дольше 15-го. Очень-очень редко. Несмотря на игривость и общительность, английские кокер-спаниели недоверчивы к незнакомцам. Зато любимому хозяину готовы простить все, что угодно. Они не помнят зла, но желают всегда находиться в центре внимания и жаждут безраздельной любви всех членов семьи. Ведь кокер этого заслужил по достоинству. Начинающие аквариумисты часто задумываются над тем, каких рыбок первых поселить в своем аквариуме. И меченосцы являются идеальными кандидатами на роль первых обитателей любого домашнего водоема. Эти рыбы достаточно неприхотливы к условиям содержания, хорошо размножаются и отлично уживаются с другими представителями подводного мира. Эту рыбку выбирает большинство новичков-аквариумистов, потому что меченосцы подкупают не только оригинальным внешним видом и яркой окраской, они еще не слишком привередливы в содержании. Именно поэтому меченосцы, так же как и гупи, с каждым днем становятся все более популярными. Родиной меченосца является Средняя Америка, Мексика, Гондурас и Кватемала. Сначала эти рыбы были завезены в Европу, а оттуда уже попали и к нам. В природе рыба встречается и в бурных реках, и в тихих стоячих водоемах. Эта рыбка, пожалуй, больше всех остальных видов, является объектом частых селекций. Благодаря этому сегодня мы можем лицезреть таких представителей, которые в природе не встречаются. Это черный меченосец, имеющий менее стройное тело, бархатисто-черную окраску и серебристые глаза. Красные меченосцы, современные представители которых имеют яркую окраску, поэтому по праву называются рубиновыми. Зеленые меченосцы, флаговые. Содержание этих рыбок достаточно простое, поскольку они неприхотливы к составу и объему воды. Аквариумы не должны быть круглыми и квадратными. Идеальный вариант вытянутый в длину и обязательно укрытый крышкой, потому что самцы имеют моду выскакивать из него. Оптимальная температура воды для этих рыбок составляет 22-24 градуса. Рекомендуется добавлять в воду морскую или поваренную соль, а также нужно обеспечить ее достаточную аэрацию и фильтрацию. Раз в 7 дней воду следует заменить на треть объема. Хотя этот вид любят густые заросли растений с мелкими листочками, в аквариуме должно быть достаточно пространства для плавания. В качестве соседей подойдут скалярии, данью реррио, неоны, попугаи. Стоит отметить, что в аквариуме должно быть больше самок, чем самцов, иначе между последними могут возникнуть бурные конфликты. Кормят меченосцев практически любым кормом. Можно брать дафнию, мотыль, циклопов, а также сухой, мороженый или консервированный корм. Эти рыбки прекрасно переносят голодание и могут не есть 7-10 дней. Меченосцы, как и гупи, принадлежат к живородящим, поэтому производят на свет уже сформировавшихся мальков. Беременность длится примерно 40 дней. Когда начинается нерест, самку следует поместить в отдельную емкость с большим количеством мелколистовых растений, для того, чтобы мальки имели место, где спрятаться и могли выжить. Следует знать, что беременная самка меченосца может метать мальков несколько месяцев. Самка, которая рожала несколько раз, может превратиться в самца. Но как самец, который может оплодотворять самку, она уже не будет. Хоть рыба эта и неприхотлива, заболеть она может, как любой другой обитатель аквариума. В основной меченосцы болеют грибковыми и вирусными болезнями, которые в большинстве случаев заносятся в аквариум новыми обитателями. И еще. Разные породы при размножении могут скрещиваться между собой, давая уникальное потомство. Так что, кто знает, может через некоторое время вы рискуете стать обладателем удивительной и единственной в своем роде популяции уникальных меченосцев. 16 сентября в районе поселка Первомайский потерялась собака породы Вельштерьер. Кобель. Собака чипирована. Нашедшего ждет большое вознаграждение. Телефон 063-7304-094. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова